МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Натальи Таттигуловой со встречи с Нурсултаном Назарбаевым начинается новый отчет жизни. В 2011 году ее дом в селе Белес смыл разрушительным паводком. Тогда от разбушевавшейся стихии пострадали сотни западно-казахстанских семей. Было подтоплено свыше 8 тысяч домов в 15 селах. Под водой остались 30 школ и детских садов. Тонул скот, люди теряли все имущество. В селах на берегу Урала, Чагана и Дзеркула, пригородных и дачных поселках успели только одеть детей и собрать документы. Многие ждали спасателей, сидя на крышах домов. Настолько стремительным было наступление воды. Я даже не знала, куда идти с пяти детьми. Дом у нас когда залило. Очень было трудно, страшно даже, можно сказать. Благодаря нашему президенту, поддержке добрых людей, мы прошли эти трудности. Глава государства выступил тогда с обращением к народу, с призывом помочь западно-казахстанцам. Мы никогда не оставляем наедине с бедой. Мы одна семья, отметил Нурсултан Назарбаев на 17-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Пострадавшим от паводка было направлено 17 миллиардов тенге, не считая гуманитарных грузов и частных пожертвований. Только в Уральске построили 8 многоэтажек. В селе Переметное был возведен целый поселок Манайши, 92 дома. Ключи от одного из них, трехкомнатного, вручили Таттигулову. Наталья Дмитриевна тогда от имени односельчан вышла поблагодарить Нурсултана Назарбаева за заботу. Он приехал в регион посмотреть, какую помощь получили пострадавшие, как они устроились в новых домах. От волнения женщина сперва даже забыла слова. Говорила она на казахском, ставшем ей родным. Как и у тысяч других семей, у Таттигуловых все наладилось. Глава семьи устроился на работу, выдали замуж дочь, сын вернулся из армии, родилась внучка. В новом доме началась новая жизнь. Жизненные артерии любого государства – дороги. Ведь хорошие дороги давно уже не роскошь, а средства экономического роста. Глава государства свой прошлогодний визит в область отметил, Проблему плохих дорог нужно решать немедленно. В регионе из 12 районов к областному центру асфальтовой дороги могут похвастаться только 6. Причем и эти дороги давно нуждаются в капитальном ремонте. В области 5000 километров дорог областного значения, и только пятая их часть имеет асфальтовое покрытие. И лишь к 12 населенным пунктам из 445 можно доехать по хорошей дороге. По территории области проходит также 7 участков дорог республиканского значения. Их тоже нужно приводить в надлежащее состояние. Все трансферты из госказны, средства из местного бюджета уходили только на латание дыр. Стало ясно, что без крупных вливаний и масштабных работ хорошие дороги останутся мечтой для западно-казахстанцев. Проблему озвучил и сам президент страны. И после того, как доложили президенту об этой ситуации, было дано поручение правительству о возможности выделения дополнительных средств на строительство, новое строительство и на капитальный ремонт к районным центрам. Благодаря этому правительство выделило необходимые средства. И в этом году мы закончили новое строительство и капитальный ремонт участков дорог по направлению поселка Харатюбе, Харатюбинского района, и поселка Шенгарлау, Шенгарлаусского района. И учитывая, что асфальтовые заводы стоят поблизости этих поселков, нами было принято асфальтирование внутрипоселковых дорог. В ближайшие три года регион для строительства дорог получит 20 миллиардов тенге. Первый транш – около 7 миллиардов. Уже позволил отремонтировать трассы до двух райцентров. В следующем году закончит участок Уральск-Жангала. В целом, по словам Акима региона, в грядущую пятилетку проблема плохих дорог будет, наконец, снята с повестки дня. Аркадий Рубцов – один из молодых бизнесменов области. Считает, визиты и внимание главы государства всегда дают мощный импульс к движению вперед. Ведь и конструктивная критика, и похвала Нурсултана Назарбаева – стимул работать хорошо. Стекольный завод, вооруженный самыми передовыми технологиями и идеями, 13 лет назад был всего лишь в мастерской по резке стекла, где работали отец и двое сыновей. Приобретение старенькой линии по изготовлению стеклопакетов было для семьи огромной удачей. Стремление создать свой бизнес, причем, чтобы он был единственным по своему профилю, энергия и вера в свои силы помогли семье добиться успеха. Начали переработку обычного стекла, предлагали предприятиям энергосберегающие стеклопакеты, экспериментировали с толщиной и прочностью. Первая встреча произошла с президентом у нас в 2008 году, когда мы выставляли все предприятия Западной Казахстанской области на показ, и мы показывали, что мы можем производить. Тогда мы имели только одну линию по производству стеклопакетов, всего лишь... Но уже тогда мы начинали производить энергоэффективные стеклопакеты, энергосберегающие. И эта идея, эта продукция очень понравилась нашему президенту. Он высоко оценивал ее. А дальше стало намного легче, рассказывает Аркадий. Появились масштабные госпрограммы поддержки бизнеса, предлагавшие льготные кредиты, средства на подведение инфраструктуры и модернизацию цехов. Построили новый завод, начали производство закаленного безопасного стекла, энергосберегающего и даже пуленепробиваемого. 50% продукции уходит на экспорт в Россию. На заводе занято 70 человек. Поставлено новейшее итальянское оборудование. Линия по контролю качества продукции не имеет аналогов в стране. Прошлогодний визит в Уральск Нурсултан Назарбаев назвал предприятие новаторским, заслуживающим быть примером для многих бизнесменов. Надо работать активно, искать, быть новатором, привлекать инвестиции, создавать новые-новые предприятия. Вот как в аграрном сказали, вот рыбой занимается, вот стекло. Это небольшое предприятие, но очень важное. Мне оно нравится очень. Новаторское предприятие. Почему другие не могут? Если не могут, приводите, учите. Этот визит дал, я не знаю, просто всплеск эмоций, естественно. Это вдохновение, огромное вдохновение не только меня, как директора этой компании, но и всех сотрудников, которые, так скажем, живые увидели нашего президента. После этого просто, я не знаю, ребята начали становиться с нами двухжильными, и они работают, прям просто не покладая рук, и отдают полностью себя на благо нашей республики, на благо нашей страны. Акатаулла Ашигалиев от первой встречи с президентом не просто почерпнул вдохновение. Эта встреча изменила всю его жизнь. Руководитель крупнейшего агрохолдинга в регионе 20 лет назад он, тогда глава администрации Уральска, был на совещании с президентом, посвященном 40-летию освоения целины. Я сидел прямо напротив трибуны, в первом ряду, и до президента буквально метра 3-4 было. И когда он давал указание о реформировании сельскохозяйственного производства, он сказал, вот нужны, как говорится, рыночные мыслящие новые кадры. Вы должны показать примеры, из вашей среды должны пойти люди заниматься сельскохозяйственным производством. И посмотрел в зал, и прямо посмотрел на меня, наши взгляды встретились. Я даже не знаю. И вот после этого я приехал, и там все коллеги, значит, видели все это дело. Они начали, говорят, иди занимайся сельским хозяйством. Тебе же президент сказал, иди занимайся сельским хозяйством. Я говорю, все, сказал, значит, я пошел. Написал заявление, ушел с должности главы городской администрации и начал заниматься сельскохозяйственным производством. И вот результат вы на сегодняшний день видите, как, чего. Занимаясь, в принципе, я выполнил все его указания. В активе холдинга сегодня молочное стадо галштинофрисской породы в 750 голов, столько же голов мясной казахской белоголовой, табун в 500 лошадей кушумской породы, поведенной местными селекционерами. Работает птицефабрика, молочно-товарная ферма поставляет 5 тонн молока ежедневно в собственный цех по переработке. Готовая продукция продается в фирменном магазине. Причем корма для скота заготавливается в самом хозяйстве. Есть 12 тысяч гектаров посевных полей, 500 человек обеспеченный постоянной работой. Это тот самый производственный кластер в сельском хозяйстве, о котором всегда говорит президент. Все это возможно благодаря беспрецедентным мерам по поддержке агробизнеса. Главное, трудиться не покладая рук, рассказывает фермер. Примером служит сам глава государства, который начинал карьеру металлургом. Он мудрый человек, что там говорить. Он дальневидный стратег, рачительный хозяин. Поэтому, честно говоря, дела-то идут. В целом дела в нашем государстве хорошо. Каждый год объезжая регионы, глава государства всегда находит время для встречи с общественностью, с ветеранами, аксакалами края. Он знает, что люди по-настоящему ждут этих встреч, а затем долго с теплотой их вспоминают. Уральские ветераны любят прогуливаться по набережной. Ее в один из своих визитов открыл президент. И поэтому здесь царит особая атмосфера, говорят они. В тот день на набережной люди долго не отпускали президента. Рассказывали о достижениях города, говорили свои пожелания главе государства. Мне сказали, вам повезло, что у вас на Псалтану Абишина зарабатывает президент. Это в Греции на Квите отдыхал. Все завидуют. Особенно наши соплеменники, которые здесь жили, эмигрировали. Эмигрировали в свое время. И даже мечтают вернуться. Карагандинцы, гречи. Вышли возвращаются. Я тоже говорю, приезжают. Работать, жить и развивать Казахстан вместе с вами. Открытая президентом набережная на берегу Урала теперь излюбленное место отдыха Аксакалов. Старики любят прогуливаться на свежем воздухе, обсудить последние новости в стране. И всегда беседа плавно переходит о роли главы государства в позитивных переменах. Софья Шаймардановна, своей 82, одна из самых активных общественных деятелей при Урале. Встречи с Нурсултаном Назарбаевым дают оптимизм и бодрость старикам, признается она. Наверное, в этом суть жизни нашего президента, который ничего не жалеет. Все для того, чтобы было для народа хорошо, для детей наших, для внуков и, конечно, для нас, ветеранов. Мне нравится его простота, его просто сердечность и отношение к людям. Ведь он, когда идет, вы понимаете, какая-то аура такая легкая. И каждый старается подойти, поздороваться, пожать руку и пожелать ему здоровья крепкого. Это самое главное. Всех жителей города вдохновляет. Нам очень приятно, значит, каждый раз, значит, знать, знать, что глава нашего государства не забивает свой народ, вот проезжает, значит, к его приезду каждый раз люди готовятся. Город из года в год хорошеет. Это очень хорошо. Единство и согласие – это безопасность, благополучие, стабильность, а опору будущего – молодежь. 26-летний житель Уральска Игорь Спиридонов – один из тех, кто притворяет слова президента в жизнь. Успешный бизнесмен, заместитель председателя казачьего центра ЕИК, он в этом году возглавил региональное молодежное крыло Ассамблеи народа Казахстана. Социальная ответственность – не только отчисление налогов, считает он. Каждый должен задуматься, что он может дать своей стране, как сможет оправдать надежды президента. В своем стратегических планах он предвидел, что Институт Ассамблеи народа Казахстана – это нужный институт. И прошло 20 лет, и мы действительно видим актуализацию этой программы, что за 20 лет наш президент предвидел те проблемы, те вызовы, те уроки, которые преподносит сейчас мировая экономика, тот мировой кризис. И в то время он задумался о всех спектрах, и о экономике, и о этнической составляющей. И вот мы видим то, что тот фонд благосостояния, который он заложил в 92-х тысячные годы, он сейчас дает свои плоды. Недавно Игорь в рамках дорожной карты бизнеса прошел обучение в Назарбаев университете и теперь готовится к поездке в США, изучить опыт коллег, привнести новые идеи в местный бизнес. Успехов много, хочется обо всем поделиться с президентом, рассказывает он. Все, что не делает президент, оно оказывается на перспективу. Он очень грамотный стратег, он очень профессионал своего дела. Мы равняемся на него, мы вдохновлены его идеями. Если бы мне сказали сегодня, с кем бы ты хотел встретиться, к примеру, через час, я бы ни минуты не думая хотел бы сказать и говорю об этом, что со своим президентом, с президентом нашей страны, Нурстан обещает не загадить. Сфера под особым контролем главы государства – индустриализация. Реальные результаты программы – вот что потребовал президент от регионов. Если выпускать продукцию, то новую, не имеющую аналогов, конкурентоспособную и на внешних рынках. В Уральске многие промышленные предприятия прошли техническую модернизацию, поставили современные производственные линии для выпуска новой продукции. К примеру, торгово-промышленная компания, поставлявшая в магазины пластиковые товары для дома, начала выпуск полипропиленовых труб для воды и газа, причем начиная с 20-ти миллиметрового диаметра до самого большого – 1600 миллиметров. Такого производства в стране еще нет. В Казахстане такого оборудования нет. У нашей линии 1600 – это первое в России имеется. В Беларуси тоже пока нет. Так что мы лидируем. Казахстан идет впереди. И хотелось бы, чтобы связи становились крепче. И свидетельством тому является подписанный договор с поставщиками сырья российского производства. Теперь мы будем получать сырье напрямую. Товары будут дешевле. Благосостояние людей будет расти. Западноказахстанцам есть чем похвастаться. В области реализуется 35 проектов на сумму почти в 300 миллиардов тенге. Большинство производств сейчас работают на полную мощность. Открыто около 2000 новых рабочих мест. Это означает стабильный заработок людей, новые производства и новые надежды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова